На прошлой неделе начался процесс по делу о втором мае в Малиновском районном суде. Старт судебного слушания настораживает. Мы снова стали свидетелями вспышки радикализма, которую, слава богу, почти удалось погасить милиции. Вначале в зале, где шло судебное разбирательство, тут вроде бы окончилось удачно. Потом на улице. Там неизвестные в масках напали на журналиста издания «Таймер». Повалили на землю, помяли. Но милиционеры, пусть с опозданием, успели разогнать нападавших. О корпоративной солидарности многих адекских журналистов говорить не приходится. Какая-то часть моих коллег говорит, журналистов бить нельзя. Другая утверждает, можно. И объясняет, есть ли личность не является собой лик патриотизма. Учитывая, что страна у нас сегодня, хотим мы того или нет, по-разному воспринимает понятие патриотизм, у меня возникли вопросы. Вот, скажем, избиение журналистов у областной государственной администрации в прошлую зиму, как надо оценивать? Тетушек, колотивших битами газетчиков и телевизионщиков, исходя из уповянутой высшей логики, тоже можно отнести к патриотам, преданным Донецкому завгару. Или нет, но мы их осудили и требуем доведения расследования до судебного разбирательства. Между прочим, правильно требуем, ибо сверхзадачей этого разбоя было желание напугать средства массовой информации, заставить их заткнуться. Но чем, позволю себе поинтересоваться, отличаются те прошлогодние тетушки от сегодняшних, тусовавшихся у Малиновского суда? Цветом экипировки, мацеткаретными шлемами, закрывавшими лица тогда и натянутыми на физиономию масками сегодня? Это внешнее сходство, увы, имеет такое же похожее содержание. Если мы желаем, чтобы мир узнал о виновных в трагедии 2 мая в Одессе и на Греческой площади, и на Куликовом поле, то главной задачей любой из противоборствующих сторон является стремление заставить судебную власть провести честное и справедливое расследование, определив меру вины каждого, кто принимал активное участие в этой трагедии и был ее организатором. Если же кто-то желает давить на суд, пытаясь выгородить лишь одну сторону, то давайте откажемся от этого процесса, попросим его провести какому-нибудь международному трибуналу, ибо давление на суд к истине не приведет. И второй, очень важный момент, это присутствие у здания, где совершается правосудие людей в масках, напяливших на себя одежду в стиле милитария. И приезжавший в прошлом году в Одессу президент Украины Петр Алексеевич Порошенко и действующего региональной власти Игорь Петрович Палица в один голос восклицали, что людей в масках на улице они не потерпят. Если у нас милиция плевать хотела на президента, чему лично я не верю, то тогда вопросов нет. Но ежели органы правопорядка все-таки следуют букве закона, то почему этих хорлов они сразу же не уволокли в отделение и не наказали? Продолжение следует...